В октябре 2023 года мы с мужем решили отправиться на машине по небольшому участку шелкового пути из Кыргызстана в Узбекистан и обратно, чтобы почувствовать богатую историю, сформировавшую Центральный Азиатский регион. Прожив больше полугода в Кыргызстане, в городе Каракол, который находится на берегу озера Иссыкуль, нам захотелось подробнее исследовать и соседние страны, по которым проходил Великий Шелковый путь, побывать в Казахстане и Узбекистане и прикоснуться к местам, которые сыграли немаловажную роль в развитии современной науки и цивилизации. Мы отправились на машине из предгоря Тиньшани города Каракол в Алматы и дальше по югу Казахстана через древние города Тарас и Шенкент в Узбекистан. В Узбекистане мы побывали в уникальном месте, которое находится рядом с Ташкентом, а также доехали до Самарканда, Бухары и Хивы, городов, которые стали хранителями историко-культурного наследия всего человечества. Наш путь на машине занял чуть больше двух недель. Мы проехали около 6 тысяч километров, пересекли две границы, пустыню, горные перевалы, побывали в уникальных местах, изучили особенности путешествия на машине в каждой из стран, но про это я запишу подробное видео. Весна и осень – идеальное время для такого путешествия, ведь летом температура в Узбекистане доходит до 40 градусов тепла, а весной и осенью всего около 25. На машине мы проехали уже больше 20 стран – Европу, Скандинавию, Грузию, Армению. Много путешествовали по России, но это путешествие стало особенным, и подробнее об этом я расскажу в следующих видео. Меня зовут Юля, и все свои видео из путешествий я снимаю и монтирую только с помощью своего смартфона, и этим я хочу показать, что каждый человек может создавать такие небольшие видео-заметки для себя, своих друзей и своего блога. И если вам интересен такой формат путешествий, ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!